Здравствуйте дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы с вами сделаем зайчиков. Нарисовала я зайчика, кролика. Отдельно вырезала вот эти детали. Это и будет мой чертеж. Вырезать детали можно из картона, из потолочной плитки, из пеноплекса. У меня гофрированный картон. Ножки и ручки нужно будет делать в зеркальном отражении. Друзья, так как мой зайчик-кролик будет объемным, основную деталь я вырезаю прям по чертежу. Она будет в центре. С одной и с другой стороны еще делаю детальки на несколько миллиметров меньше. Вот буквально 3 миллиметра, а здесь миллиметров 5 уменьшаю. До миллиметра здесь не присматриваемся. Все равно это потом все не будет видно. С лапками что мы делаем? Основная деталь. Следующая деталь немножко меньше, но по основанию, вот здесь по стопе, я здесь ничего не убавляю. Мне нужно, чтобы основание стопы было широкое. И третью деталь я точно так же делаю еще немножко меньше. Вот здесь основание также оставляю. Подошва, стопа на одном уровне все. А здесь вот все меньше-меньше. Ну вот передние лапки я уже одну сторону вырезала. Одну я оставляю как есть, а две остальные на 2-3 миллиметра и на 5 миллиметров меньше. Ушки будут состоять из двух деталей. Кому удобнее, ножницами вырезайте. Можно будет даже заранее сделать глазки. Вот у меня делала совят, и у меня вот такие из холодного фарфора. Можно любую массу. Я не хотела покупные, потому что я хочу их разрисовать. У меня клей ПВА столярный. С другой стороны лапки мы делаем в зеркальном отражении. Подскажу такой вариант. Если кто-то хочет сделать куклу шарнирную, у которой будут лапки крутиться, то вначале нужно будет обработать все детали, например, бумажным полотенцем или салфеткой, или даже газетой. Прошить ниткой, и будет шарнирная кукла. Может быть, я и этот вариант попробую попозже. Лапки можно выше, можно ниже. Ничего сложного. Бумажное полотенце или салфетку. Рвем на кусочки. Клей ПВА и водичка. На самом деле так можно сделать любую зверушку, любую игрушку. Надо еще придумать, из чего хвостик сделать. Друзья, для хвостика я склеила картон, вырезанный в виде капелек, и по бокам еще кружочки добавила. Хочу сразу подклеить сюда. На высохшую заготовку, на полимерный клей, я приклеила глазки. Из кусочка салфетки я скрутила жгутик. Хочу обрамить глазки. Еще хочу немножко сделать пышную шубку ему. Лучше взять бумажное полотенце, оно не расквасится. Клей ПВА с водой, прям чтобы воды было побольше. Всю фигурку я так делать не буду, только вот те места, где мне хочется сделать попышнее. И здесь я не растягиваю, а наоборот вот приглаживаю. Сейчас мы хвостик так сделаем пышный. Видите, уже вот этих ребрышек не видно. Создаем здесь объем. И хвостик у нас уже распушился. Если мало объема, можно еще добавить. Такой уже нарядный зайчик с одной стороны. Я сделаю из холодного фарфора небольшой носик. Формирую просто треугольничек. Вокруг носика. Вот смотрите, с одной стороны, где еще ничего нет. И с другой стороны уже совсем другой объем. Доделываю и просушиваю. Все просохло, и мой зайчик-кролик уже готов к окрашиванию. Но вначале я хочу показать, что я сделала еще одну заготовку по этой же выкройке. Только туловище я обклеила крафт бумагой. А остальное все точно так же. Здесь мне хотелось сделать шарнирную игрушку, поэтому лапки будут двигаться. А задние лапки все-таки я посадила сразу на клей. Даже если они будут двигаться, то это будет очень неудобно. Фактически невозможно. Такой тепло-серый цвет. Все углубления прокрашиваю. Друзья, пока окрашиваю, хочу сказать, что чтобы туловище у зайчика было потолще и голова, можно взять побольше слоев картона. Я еще поняла это в первом варианте. Но делаю пару к нему, поэтому менять ничего здесь не захотела. Сделала на тон светлее цвет. У меня начался уже самый интересный процесс подрисовки. Приклеиваю реснички. Покрываю матовым акриловым лаком. Друзья, здесь лапки я собираю на толстую нитку. Проколола шилом на одном уровне здесь все. Надо будет использовать пуговички. Можно с петелькой тогда немножко притопить. Таким вот образом можно вот так сделать. В крайнем случае, если не понравится, можно сверху с салфеточкой обклеить. Натяжение должно быть хорошим, потому что вдруг со временем растянется. Подрезаем. Узелка у нас не видно. Зайчик может и глазки закрывать. Поменяю цвет. Здесь у меня акриловый лак. Друзья мои, ну конечно из холодного фарфора можно сделать веночек, украшения. Вот такие классные зайчики получились. В таком зайчику можно и барабан повесить. Друзья, я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч!